Добрый вечер, уважаемые гости! Сегодня мы с вами собираемся поговорить о меланоме и немеланомных заболеваниях кожи. Меня зовут Петраченко Николай Сергеевич, я консультант наук, научный сотрудник отделения опухоли и опоро-людительного аппарата, специализируюсь на онкодерматологии. Давайте остановимся сначала на актуальности проблемы. На актуальности нашей проблемы, количество случаев заболевания раком кожи в мире оно постоянно растет, самарно-знакачественное образование кожи занимает четвертое место среди всех онкологических патологий. И хотелось бы акцентировать внимание на таком моменте, что с учетом того, что растет продолжительность жизни людей, с учетом того, что медицина становится лучше и лучше, то продолжительность встречаемости рака кожи и других онкологических заболеваний постоянно увеличивается. Распространенность онкологических заболеваний в мире. На этом слайде мы видим онкологические заболевания кожи в мире. Мы видим, что в таких странах, как США, Канада, Западная Европа, не большее количество случаев заболеваний и в Австралии раком кожи. Россия не на первых ролях, но тут надо акцентировать на таком моменте, что в России меланомная кожа, как правило, выявляется на уже достаточно поздних стадиях, уже запущенных в странах Западной Европы. Планома выявляется больше, но случаи более начальных более легко поддаются лечению. У нас в России, к сожалению, нет программ скрининга злокачественных образований кожи, и у населения достаточно низкий уровень экологической осторожности. В связи с этим количество выявлений меланом у нас не самое большое, но выявляются они достаточно поздно. Прирост заболеваемости онкологии кожи в США. Смотрите, это достаточно интересные данные. Каждый год в США регистрируется 1 миллион случаев базально-клеточного рака, 250 тысяч плоскопедочного рака и 30 тысяч случаев меланомы на всем населения Соединенных Штатов. Этот слайд показывает общую тенденцию к увеличению заболеваемости независимо от диагностики. То есть в США диагностика недостаточно хорошо, раздумывается рама, тем не менее количество случаев этого заболевания меланом продолжает расти. Также еще немножко статистики. С возрастом мужчины сильнее подвержены возникновению злокачественных образований кожи, чем женщины. До 5-го десятилетия жизни мужчины и женщины болеют с одной очень сильной огромной частотой. Начиная с 5-го десятка жизни частота встречаемости заболеваний кожи у женщин начинает достаточно быстро расти. С чем это связано? Можно предположить, это взаимосвязь с характером работы, которую имеют мужчины. То есть у людей, кто работает на плитом воздухе, у рабочих, у тех, кто чаще подвергается солнечному излучению, заболевания кожи встречаются чаще. И, как правило, работают на плитом воздухе мужчины чаще, поэтому у них эта заболеваемость, заболевания чаще встречаются. Давайте отдельно поговорим о факторах риска, которые приводят к появлению таких заболеваний, как меланома, базарноклеточный, плоскотелечный рак кожи. Факторы риска развития злокачественных образований кожи. Первое место занимает ультрафиолетовое излучение. Это наиболее опасная вещь для пациента. Далее идут иммуносопрессивные состояния, травматизация, работа с химическими веществами и стресс. Инсоляция, загар, солярий, работа на солнце по терапии. На этом слайде мне хотелось бы обратить ваше внимание, что также может приводить к увеличению заболеваемости. Это изменение культуры населения. Если в начале 20 века, как мы видим на первой картинке, купальный костюм представляли собой, были полностью закрыты, то в настоящее время все это выглядит совсем по-другому. Поэтому люди намного сильнее подвергаются ультрафиолетовой радиации. Также изменилась культура отношения к многоте. Если раньше люди предпочитали свое тело, чтобы они были максимально закрыты, сейчас каноны красоте и поведения изменились. И кожаные покровы подвергаются ультрафиолетовому излучению, солнцу и, соответственно, растет увеличение заболеваний кожи. Также, конечно, солярия, дачники находятся у нас в зоне риска, ну и мужчины, кто работает на открытом воздухе. Загар и солнечный ожог. На этом слайде мы видим части тела, которые наиболее подвержены солнечным ожогам. Под воздействием ультрафиолетового излучения могут образовываться злокачественные опухоли кожи, такие как лоскоклячный рак, базальома и меланома. Вот достаточно интересный и важный момент, что люди, которые в молодом возрасте получили эти солнечные и солнечные ожоги, имеют повышенный риск развития рака кожи в последующие годы жизни. Даже если после таких ожогов они больше не подвергаются интенсивному воздействию солнца. То есть, что мы хотим здесь сказать, что если даже человек в детстве обгорал на солнце, получал солнечные ожоги и никогда больше в жизни не подвергался солнечному воздействию, он будет в группе риска. Нужно нам детей своих с детства обрегать, это излишняя солнечная радиация, и стараться использовать солнечные крема. Также важный момент, чем светлее кожа, тем меньше времени надо проводить под солнцем. Но о этом мы поговорим позднее. Так, злокачественное образование возникает при любом фототипе кожи. Стоит сказать, что у нас выделяют различные фототипы кожи по Фитспарку. И, конечно, первый, второй фототип кожи находятся в наибольшей опасности. Это светлые люди с веснушками, рыжие волосы, блондина. Но в любом случае, любой этнос и микроидная раса тоже убивают рак кожи и меланома. Ну, другие формы, беспигментные варианты. Но, тем не менее, все пациенты и все люди абсолютно рискуют эти заболевания иметь. Что с тобой представляют первый, второй фототип кожи по Фитспарку? Это светлые люди с веснушками. Достаточно часто в них, ну, естественно, это блондин с голубыми глазами, светлыми. У этих людей, этим людям, обязательно используются снос защитных кремов и дозированное воздействие ультрафиолетовой радиации. Такой фактор, как травматизация. Многократная травматизация пигментных образований кожи является фактором риска маригнизации этих образований. Бритвенные поражения достаточно часто наблюдаются у мужчин на лице, достаточно часто также у женщин, которые травмируют ноги при битье, расчесывание, тату, пилинги. Все эти вещи достаточно опасны и увеличивают риск появления рака кожи. Такой фактор, как иммуносупрессия, беременность. У беременных женщин обязательно надо за собой внимательно смотреть, так как беременность часто является достаточно большим стрессом для организма. Очень часто появляются при беременности неусы. Неусы растут, быстро идет рост. Также фактором риска для появления рака кожи является такой момент, как длительный прием иммуносупрессора, пересадка органов системного заболевания. Иммунодефицитные состояния представляют собой опасность. Такие заболевания, как ВИЧ-инфекция, мы должны тоже об этом знать, стресс. Напоследована иммуносупрессия и стресс индуцированная травматизация кожи. Часто люди, когда нервные, чуть ли не прививаются расчесы, они беспокоятся. В общем, стресс для всех заболеваний является проблемой и для рака кожи тоже, в том числе. Клинические проявления. Давайте остановимся подробно на клинических проявлениях, как проявляют себя онкологические заболевания кожи. На первом этапе давайте поговорим о лимоноцитарном раке кожи. Здесь выделяют два типа. Это базарно-клеточная карцинома кожи, базарно-цель-карцинома, и плоскоклеточный рак кожи, склонумус-цель-карцинома. Базарно-клеточная карцинома кожи. Базарно-клеточный рак кожи, другими словами. Это самое распространенное злокачественное образование кожных покровов, происходяющие из клеток базарного слова. Составляет 70-80% всех случаев рака кожи. Но, с другой стороны, это наиболее часто встречаемое экологическое заболевание на коже. Но, с другой стороны, это заболевание притекает наиболее доброкачественно. С учетом низкой вероятности метасплозирования, базарно-клеточный рак кожи имеет благоприятный прогноз. Однако, учитывая объем местного деструктивного компонента, современное лечение данного заболевания имеет первостепенную значимость. Давайте поговорим о локализации базарно-клеточного рака кожи. Локализация с низким уровнем риска – это туловище и конечности. Средняя степень риска – это лоб, щеки, подбородок, шея, кожа головы. И локализация с повышенным риском – центральная лицевая область, нос, уши, периферические области, плоскости эмбрионального слияния. Давайте сейчас остановимся на типах базарно-клеточной карциновой кожи. Различают разные виды – это узловой тип, поверхностный тип, пигментный тип, морфеофольный тип и базарно-кломатозный тип. Наиболее часто встречаются узловой и поверхностный тип. Эти вещи наиболее часто встречаются в клинической практике. Клиническая картина узлового типа базарно-клеточного рака кожи. На первом этапе вначале опухоль выглядит как небольшой розовый узелок, под поверхностью которого видна сеть кровеносных сосудов. По мере роста образование может изъязвляться и кровоточить. На поверхности появляется безвидимый включен корка, которая может проходить, но затем появляться вновь. Жалобы на кровоточивость образования, незаживающие эрозии или язва, мокнутые горки на поверхности, появление рыбца без травмы, неправильные сосуды в очаге отбивок от этого очага и образование сиявкой в центре. Плоскоклеточный карцинол. Вот достаточно типичная картина плоскоклеточного карцинола. Очень часто встречаемся с такими образованиями. Плоскоклеточный карцинол это распространенный рак кожи, происходящий из кератиноцидов, которые проявляются как чешуйчатые, красные или галитачащие поражения на участках, подвижных воздействию солнца. Плоскоклеточный рак кожи обладает более высоким риском местного рецидива и развития метастазов, чем бозолиома. Стрибчикается примерно в 4-5 раз свежее, чем бозолиома. Риск развития жизни 7-10%. Все-таки достаточно высокий. У мужчин данное заболевание развивается в 3 раза чаще, чем у женщин. Клиническая картина плоскоклеточного рака кожи. Плоскоклеточный рак кожи имеет вид небольшой язвы с подритыми краями. Типичные поверхностные извязления могут также включать шелушения, извязления, корки, кожный рак, твердый, вертикальный нарост кожи. Излюбленная локализация поражений в 55% случаев кожи, головы и шеи в 18%, тыльная поверхность кисти и в 13% ноги. Факторы, способствующие развитию рубцевания в месте хронического воспаления или инфекции. Длительное пребывание на солнце, внешнее воздействие мышья, кимоносупрессия и предшествующие заболевания кожи. Пограничное состояние кожи, другими словами, предраковые болезни кожи, являются доброкачественными эпителиальными образованиями, на фоне которых возможно развить и развить озлокачественные опухоли. Наиболее частый из них – оптимический кератоз, кератокантома, болезнь Боуэля. Своевременное выявление предраковых заболеваний кожи, а также их лечение, существенно снижает, иногда и полностью исключает риск появления рака. Давайте сейчас перейдем к наиболее опасному заболеванию – это заболевание меланомы. На данной картинке вы можете видеть достаточно типичную классическую картину меланомы. Меланома – это желокачественная опухоль, развивающая вследствие прирождения меланокислитов и меланобласт. Оставляет около 10% пациентов для желокачественных опухолей кожи. Но в то же время, хотелось бы сказать, что составляет около 10% пациентов для желокачественных опухолей кожи. Но доля смертей среди пациентов с заболеваниями кожи на новом приходится в 80%. Для данной опухоли характерно крайне агрессивное течение. Очень высокое способность к метастазированию как инфогенным, так и кематогенным путями. Отмечается ежегодно природой заболеваемости на 5% в мире. Группа риска развития меланомы – это пациенты, регулярно проводящие отпуск в солнечных районах. Работа под ультрафиолетовым излучением. Лица с нарушением пигментации. Первый фототип. Генетический и приобретенный иммунодефицит. Родственники с меланомой в анализе. Наличие пигментного неоса постоянно механически травмировано. Династический неосный синдром. Пигментные неосы более 1,5 см. Неосы с черной окраской. Более 50 пигментных неосов. Период беленности. Неосы с риском трансформации в меланому. Очаговый меланоз Дубреа. На первой картинке мы видим гигантский вырожденный неос, комбинированный неос и диспластический неосовый синдром. В связи с данными образованиями необходимо наблюдаться у онкодерматолога. Сделать правильный дерматоскопию, контролировать данные образования. И в случае выявления определенных признаков, которых мы остановимся позже, необходимо эти образования современно удалять. Подозрение на меланому тоже. Когда нужно проконсультироваться с колодом. Клинические признаки. Активация, то есть малигнизация и трансформация неоса. Быстрый рост неоса. Появление, уплотнение, асимметрия. Чувство, ощущение неоса. Пациенты часто жают, что они чувствуют ролики. Изменение уровня окраски. Появление распалительного венчика вокруг неоса. Попадение волос с поверхностями неоса. Шелушение на поверхности. Исследление, воспаление, мокнутие. Дорогие пациенты, когда вы видите один или несколько данных признаков, вам необходимо срочно обратиться на консультацию танкового. Появление этих признаков не значит, что у вас 100% есть меланома. Но нужно обратиться, получить консультацию и необходимое лечение в случае необходимости. Основные типы меланома. Линтига меланома, поверхностно распространяющаяся меланома, узловая меланома и акральная меланома. Примерно на этих картинках мы видим, что собой представляют эти виды меланома. И вот клинические признаки. Давайте рассмотрим. Есть такой признак ABCDE, достаточно известный. Что характерно для доброкачественного образования? Б. Бодр. Граница. Ровные края при доброкачественном образовании и неровные края при злокачественном образовании. С. Ц. Колор. Цвет. Один цвет при доброкачественном образовании и несколько оттенков при меланоме. Диаметр. При доброкачественном образовании диаметр до 6 мм, и при меланоме больше 6 мм. Эволга, изменения и не меняется с течением времени доброкачественное образование, и меняется размер, форма или цвет при злокачественном образовании. Меланома имеет множество обликов. На различные проявления. Вот, посмотрите, на верхней части слайда приведены доброкачественные образования, и на нижней различные виды меланом. Здесь бы мне хотелось отдельно остановиться на таком моменте, что разнообразные клинические проявления стокачественных образований кожи определяют нецелесообразной диагностики по фотографиям. Имеется важный алгоритм, и самый важный, наверное, компонентом этого алгоритма проявления дерматоскопии. Поэтому достаточно часто я сталкиваю, что пациенты просят им присылать фотографии, роли, но при просят провести диагноз, есть там меланома или нет меланома. Углашаем пациента, это очень некорректно, и всегда лучше обращаться для очной консультации. По фотографиям всегда могут быть ошибки, нужно проводить дерматоскопию, только после этого можно будет с высокой додой вероятности сказать, если там доброкачественное образование, образование доброкачественное и злокачественное. Давайте сейчас немножко поговорим по диагностике заболеваний кожи. Диагностика, она бывает двух видов. Неинвазивная, такие методы, как дерматоскопия, комфокальная микроскопия, птическая конкретная томография, гинография УЗИ, фотокартирование. И также есть мелазивная диагностика, цитологическое исследование, фатморфологическое исследование, радиизотопное исследование и определение уровня онкомаркеров. И вот здесь хотелось бы рассказать о такой методе лечения немножко подробненько о фотокартировании кожи. Фотокартирование – это создание фотопаспорта кожи. Компьютерная дерматоскопия всех на образовании выполняется с последующим цифровым анализом на определение злокачественности. Это фотокартирование кожи, паспорта кожи. Дерматоскопия. Дерматоскопия – это современный метод обследования кожного покрова для диагностики вновь возникших или существующих на образовании кожи. С помощью многократного лечения врач может оценить своевременно выявить признаки доброкачественных и злокачественных на образовании кожи. На этом слайде приведены картины, которые характерны при дерматоскопии для базально-клеточной карциномы. Это верхняя фотография плоскоклеточной карциномы кожи и для меланомы. Это нижний ряд. Клифокальная микроскопия – это нервозивный метод визуализации кожи и лива с разрешенным на клеточном уровне, в котором используется лазерный свет. Лабина визуализации зависит от длины волны, используемого лазерного излучения, но ограничено 200-300 мм, что соответствует сосочному слою дерма нормальной кожи. Оптическая когерентная томография – это новая технология, использующая лепокрасный свет для получения изображения поперечного сечения с высоким разрешением. Оптическая когерентная томография аналогична у той звуковой визуализации с исключением того, что в ней используется свет вместо звука. Она вылечивает поверхность поражения кожи с помощью ближнего лепокрасного света. Золотым стандартом при диагностике меланомы и других злокачественных образований кожи является гистологическое исследование. Это микроскопическое исследование тканей для выявления морфологических признаков патологического процесса. В клинической медицине гистологическое исследование представляет собой исследование биопсии патологам. Гистологическое исследование это золотой стандарт диагностики многих заболеваний и в первую очередь всех онкологических процессов. Радиоизотопные исследования, глиниологические исследования, литрозуковые исследования Эти виды направлены для определения наличия или отсутствия метастазов в региональных лимфатических узлах и других органах. Интересный момент. Злокачественное образование кожи – это единственное онкологическое заболевание, которое пациент может сам диагностировать на раннем этапе и своевременно обратиться к специалисту. Поэтому, дорогие пациенты, не стоит этим пренебрегать. Периодически, несколько раз в год мы рекомендуем проводить full body examination с помощью зеркала, осматривать все участки своего тела, которые недоступны вам в ежедневной, в повседневной жизни. Проводить осмотры, если вы увидите какие-то образования, которые подозрительные, которые попадают в правила ABCDE, то мы рекомендуем вам обращаться к специалистам, к онкограмматологам. Если какие-то проблемы есть, то при выявлении в раннем стадии, при выявлении неваномы на раннем стадии, в 98% это заболевание удается победить. Когда следует заподозрить неваномы? Правила ABCDE мы с вами обговаривали. Есть российский аналог этого правила, правила Фигера. Ф. Формы и изменения, изменения размеров, ускоренный рост, границы, неправильно изрезанные края, асимметрия, размер более 6 см и окраска неравномерная. Правила ABCDE, кому ближе английский, и правила Фигера для тех людей, кому больше нравится кириллица. Ф. Когда следует также заподозрить неваному, есть такой симптом, симптом гадкого утенка. Одиночное образование на коже, сильно выделяющееся среди других родинок. Как мы видим у данной пациентки, у нее множество кигментных образований, не все киротомы. Не нужно обращать внимание на самое большое образование. В данном случае взгляд специалиста привлечет образование, которое другое, которое выделяется на фоне остальных пигментных образований. Лечение. Как же лечить онкологические заболевания кожи? Обязательным этапом лечения злокачественных образований кожи является хирургическое иссечение с проведением гистологического исследования. На первом этапе мы пациентам рекомендуем проводить эксцезионную биопсию кожи, то есть экономное иссечение опухоли с отступом до 0,5 см. И с гистологическим исследованием. В случае того, если при гистологическом исследовании меланома подтверждается, диагноз верифицирован, у нас есть данные о глубине инвазии меланомы, то в таком случае мы переходим к второму этапу, это широкое иссечение. Иссекаем уже, по сути, послеоперационный рубец. И здесь нам обязательно нужны данные эксцезионной биопсии для того, чтобы понять, с каким отступом нам удалять место, где меланома локализовалась до этого. Если мы будем говорить о меланомы инсиду, то есть поверхностной меланомы, то в таком случае достаточно небольшого отступа 0,5 см. При толщине опухоли 1-2 мм отступ должен составлять не менее 1 см. При толщине опухоли более 2 мм отступ должен составлять 2 см. Биопсия сторожевого лимфатического узла также является важным этапом лечения меланомы кожи. Биопсия сторожевого лимфатического узла с последующим региональным контролем проводится всем пациентам с меланомой толщей 0,8 мм. Что собой представляет эта процедура? В области, где локализованная меланома, в 4 точки проводится введение радиофарм препарата. После этого, после того, как радиофарм препарат распределился в организме человека, пациент проводит лимфоцинтеграфию. И с помощью специального прибора, гамма-датчика, через небольшой разрез, мы обнаружаем сторожевый лимфатический узел, то есть лимфатический узел, который первый встречает лимфу от пораженной области на своем пути. И удаляем этот лимфатический узел, отправляем его на исследование. Особенности хирургического лечения базально-клеточного и подскоклеточного рака кожи. Сейчас набирает популярность в нашей стране и во всех странах такой метод лечения, как операции по МОКС. Что собой представляет этот метод? Наиболее часто этот метод применяется при лечении базально-клеточного и подскоклеточного рака кожи, лимфаномы. Это, по-моему, лично не самый лучший метод лечения. Что собой представляет этот метод? Это иссечение злокачественного образования кожи, введение гистологического исследования каждого последующего среда до полного удаления опухолевой ткани. То есть проводится удаление образования, тут же проводится гистологическое исследование, оцениваются результаты гистологии, и в случае обнаружения в одном из краев резекции опухолевых клеток проводится удаление дополнительно глубже, но именно в этой области. Таким образом удается добиться радикального удаления опухоли с неименьшим косметическим дефектом. Так что же у нас является профилактикой онкологических заболеваний кожи? Первое, и, наверное, самое главное, проводить регулярное самообследование. Второе, не допускать травматизации на осу. Третье, ограничить воздействие ультрахалятового излучения. Четвертое, регулярно посещать дерматолога. И пятое, и, наверное, самое важное, при возникновении подозрений обратиться за консультацией к онкологу. Профилактика злокачественных образований кожи. Использовать солнцезащитный крем при нахождении под солнечными лучами с фактором защиты более 30 и повторно наносить крем каждые 2 часа. Надевать головной убор и футболку в периоды, когда солнце наиболее активно. Никогда не загорать с 12 до 14 часов. Отказаться от солярия, с уфа и излучения. И вот тоже такой интересный момент. Солнце агрессивно тогда, когда ваша тень короче вас самих. Ориентируйтесь тоже на этом. Летом человек всегда находится под солнцем, даже когда не лежит на пляже. Вы посмотрите на фотографии на виде дайвера. Человека, который предпочитает кататься на вольном велосипеде. Любитель водных лыж. Того, кто катается на ролике, занимается теннисом. И человека, который предпочитает проводить время в пляжном баре. Так вот, любители баров, они находятся в наименьшей опасности. Хорошие новости. Дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Сейчас перейдем к ответам на ваши вопросы. Поэтому не стесняйтесь, пишите, задавайте. С удовольствием вам на них отвечу. Так, тут вижу первый вопрос. Позвольте уточнить, плоскоклеточный рак кожи и базально-клеточный рак тоже связаны с солнцем. Да, абсолютно верно. Плоскоклеточный рак кожи, базально-клеточный рак кожи и меланома. Все эти виды заболеваний кожи, они связаны с раком кожи. Поэтому, дорогие друзья, берегите себя, используйте солнцезащитный крем. Я никогда не запрещаю своим пациентам проводить отпуск на пляжах. Но будьте бдительны. Солнцезащитный крем обновляйте, наносите его каждые два часа. Старайтесь специально не находиться под палящими солнечными лучами. Все будет хорошо. Вот Юля спрашивает. Здравствуйте, если родинка чешется очень? Если родинка чешется, Юля, это, как скажем, не очень хорошо. Это совсем не означает, что у вас меланома. Но, тем не менее, моя рекомендация в данном случае показаться онкодерматологу. Что вам провели дерматоскопию, смотрели, что это такое. И тогда сомнения можно будет ваше рассеять. Так, Сергей спрашивает. Николай Сергеевич, какая последовательность лечения злокачественной меланомы кожи? Сергей, давайте отвечу на ваш вопрос. В первую очередь, что нужно сделать? Нужно обратиться к специалисту, провести дерматоскопию. Если у нас есть подозрение о том, что образование у вас на коже действительно является меланомой, на первом этапе надо провести эксцезионную биопсию. То есть удалить это образование с небольшим отступом, отправить его на гистологическое исследование. Если гистология подтверждает, что это действительно меланома, то в таком случае, в зависимости от глубины инвазии в миллиметрах, нужно удалить послеоперационный рубец с определенным отступом. Там есть три варианта. Либо, если это совсем начальная стадия, отступ будет 0,5 см. Если образование толщиной до 2 мм, то в таком случае нужно дотупить 1 см. Если образование толщиной более 2 мм, то тогда отступ может составлять 2 см от границ, где это образование располагалось до экономного исечения. Обязательный момент – это проведение биопсии стержевого лимфатического узла. Итак, этот метод необходим всем пациентам, у кого меланома кожи толщиной 0,8 мм. Но толщину мы можем выполнять только после эксцезионной биопсии. То есть, если еще раз сказать, то на первом этапе эксцезионной биопсии, получаем результат. И дальше мы уже оцениваем, что мы делаем, в каком объеме мы удаляем послеоперационный рубец, то есть несколько вариантов, делаем или не делаем биопсию стержевого лимфатического узла. Это зависит от характеристик первичной опухоли, которую мы узнаем после эксцезионной биопсии. Так, давайте вернемся дальше к вопросам, кому я не успел ответить. Непоследовательность лечения злокачественной меланомы кожи, об этом я только что рассказал. Галина спрашивает, спасибо большое, очень четко и по делу. Но насколько часто метастазирует плоскоклеточный рак? Насколько часто? Здесь в чем суть? Чем больше глубина инвазии плоскоклеточного рака, чем больше было само образование, тем больше вероятность метастазирования. Также плоскоклеточный рак подразделяется на степени злокачественности. Поэтому однозначный ответ, насколько часто метастазирует плоскоклеточный рак, нельзя. Все зависит именно от характеристик кровищных опухолей. Если это было маленькое поверхностное образование, то оно метастазирует редко, там не более до 3%. Если мы говорим о большом и глубоком образовании, плохо дифференцированном, то риск метастазирования этого образования намного больше, до 40%. Олег спрашивает, сколько времени можно находиться на солнце, в одежде и с кремом до 12, если был диагноз Миланова? Можно находиться на солнце, в одежде и с кремом до 12, если можно. В таком случае 2,5-3 часа вам не повредит. Если вы в регулярном месте солнцезащитный крем, специально не загораете, не находитесь под палящими лучами, одеваете. По-моему, если вы находитесь на улице, в главном уборке, и вы в одежде, то можно. Так. Правда ли, что большое употребление белковой пищи провоцирует развитие раковых новообразований? По поводу этого вопроса, что я могу сказать? Если мы говорим о заболеваниях кожи, то никакой корреляции с белковой пищей нет. Можно питаться. Если мы говорим о других заболеваниях, колоректальном раке, ну, это совсем другая тема. Олег спрашивает. Есть ли необходимость измерять интенсивность солнечного света и на что ориентироваться при нахождении на Солнце? Если разница в Солнце зимой и летом? Мое мнение, что измерять интенсивность солнечного света не нужно. Конечно, разница в Солнце зимой и летом, по большому счету, в количестве дрофилетовой радиации разницы большой нет. Поэтому самое главное – пользоваться солнцезащитным кремом и специально не находиться под палящими лучами, не загорать. Вот, когда часто я вижу людей на море, лежат на пляже уже достаточно часто, это пожилые люди. Светка уже бронзовая. И люди пренебрегают зомтиками, подставляют себя кремом солнечного луча. Ну, это не очень хорошо. Если, ну, тоже как бы не надо бросаться в крайности. Можно ездить на море, можно купаться, можно заниматься активными видами спорта, нужно пользоваться солнцезащитным кремом, носить солнцезащитные очки, голодные уборы, все будет хорошо. Так, правда ли большое потребление белковой пищи провоцирует развитие раковых образований? На этот вопрос я ответил с раком, с меланомой и другими вариантами злокачественных образований кожи. Никакой связи нет. Евгения. Существует мнение, что родинки лучше не удалять, к примеру, в косметических целях, что может спровоцировать рак. Такой интересный момент. Смотрите, если удаление родинки спровоцировать, рак не может. Если образование косметическое вам мешает, то лучше просто удалять его у специалистов, у онкодерматологов, кто сделает дерматоскопию, посмотрит, есть ли вероятность меланома. И удалять образование, моя настоятельная рекомендация, с проведением обязательного гистологического исследования. Если есть вероятность хотя бы полпроцента, что там может быть меланома, всякое в жизни бывает, лучше удалить. Удалять можно, просто нужно удалять у специалистов, удалять правильно, удалять радикально эти образования, проводить гистологические исследования. Про гистологическое исследование, если меланома не было, то удаление родинки, оно ни в коей мере не спровоцирует появление меланома. Елена спрашивает. В 2012 году на спинке носа появилось пятнышко, мнение вообще разделились, гистология не сдавалась. За 8 лет пятнышко не поменялось никак. Может ли без лема не проявиться никак в течение такого длительного мнения? Грем, недостаточно тяжело судить о пятнышке, но если мы говорим о том, что 8 лет это пятнышко не поменялось, то я хочу вас успокоить за высокой долей вероятности, что там нет микологического заболевания. Какой онкомаркер показателем при раке кожи? При раке кожи, если мы говорим о меланоме, то своим пациентам я рекомендую сдавать маркер S100 в плане скриппинга. В плане наблюдения после лечения меланомы этот маркер является показателем. Если он растет, это является непривым показателем, что у нас 100% у пациента прописированы меланомы. Если этот маркер повышается выше нормы, это является показанием для того, чтобы пройти более углубленно и обследованно. То есть сделать УЗИ, КТ легких, может быть ПЭТ. Но если пациент здоров, у него никакой меланомы не было в анамнезе, в жизни этого заболевания, то сдавать онкомаркеры не нужно. При БРК онкомаркеров нет, Галина. Онкомаркеров при БРК нет. Вреден ли маникюр с применением ультрафиолетовых лам? Да, и есть такое мнение, что да, маникюр вреден с ультрафиолетовых лам, поэтому лучше от этого воздержаться. Как говорит, красота требует жертв, но не думаю, что таких. Вы сказали, избегать солярия в СУФА, значит ли, что не вреден УФА-Б? Ну, по данным научных статей, УФА-Б менее вреден. Но мое мнение, лучше соляриями не злоупотреблять. Сейчас тренд на солярию, на загоревую кожу сошел, но нет. Поэтому лучше воздержаться. Так будет спокойнее всем. И у нас будет меньше работы. Дорогие друзья, задавайте вопросы. Не стесняйтесь. Если хотите что-то спросить, я к вашим услугам. Спасибо. 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 Олег. Какой режим наблюдения, если меланома 0,9 мм на коже была удалена? У нас проведена, но метастазов нет. Так, Олег. Какой режим наблюдения, что бы я вам рекомендовал? Что я рекомендую, точнее, своим пациентам, у которых тонкая меланома 0,9 мм. Биописистра руководства узлов показала, что метастазов нет. Моя рекомендация. УЗИ каждые 3 месяца на протяжении первых 3 лет. Маркер ИС-100, каждый С-100, каждые 3 месяца на протяжении первых 3 лет. И рентген органов грудной клетки каждые полгода на протяжении 3 лет. Прошли первые 3 года. Дальше. С 3-го по 5-й год. Что мы делаем? Маркер ИС-100, УЗИ и рентген делаем раз в полгода. Все 3 этих обследования. И с 3-й, и с 5-го по 10-й год. Проходим обследование 1 раз в год. Делаем все 3 обследования. Маркер ИС-100, УЗИ. УЗИ делаем периферических узлов брюшной полости и рентген легких. Так, спасибо, было интересно. Спасибо, Ольга Андреевна, рад, что вам понравилось. Повторите маркер при наблюдении. С латинская, 100, С-100 маркер. Давайте я напишу. Маркер С-100. Так. Сейчас, одну секундочку. Начально остановились. Маркер я написал. Было интересно, способствуют ли татуировке повышению рискового возникновения рака кожи. По поводу татуировок. Сами татуировки не повышают риск. Но если татуировки делаются на фоне пигментных образований, то это не очень хорошо. Это повышает риск. Скажите, употребление спортивных добавок не может спровоцировать негативные последствия. Сергей, скажите, пожалуйста, что вы вкладываете в термин спортивные добавки, и тогда я смогу вам более конкретно ответить на ваши вопросы. Олег, спасибо. КТ, не нужно ли делать КТ? КТ, рентген. В вашем случае меланома толщиной 0,9 мм, риск прогрессирования достаточно мал. Поэтому, мое мнение, делаем рентген. Если у рентгенолога есть малейшие сомнения о том, есть ли какие-то затемнения или что-то еще в легких, тогда уже делаем КТ. У КТ большая рентгенологическая нагрузка, и в случае с тонкой меланомой, мое мнение, что она начинается с рентгена. Так, спасибо за лентги. Сергей, хорошего вам вечера. Тату на витилиго – это тоже риск? Мое мнение, да. Тату на витилиго – это тоже риск, лучше от этого издержаться. Тату на витилиго – это тоже риск. Если тату сделано, то надо находиться под наблюдением, быть внимательным к себе, показываться специалистом. И я думаю, все будет хорошо. Как меня найти? Давайте я пару слов расскажу, где я работаю. Работаю в российском онкологическом центре на Кашиевском шоссе. Попасть к нам достаточно легко. Для того, чтобы обратиться на прием, попасть ко мне, вы всегда можете позвонить в колл-центр, онкологического центра. Сейчас я напишу телефон 8 499 324 24 24. Можно позвонить в колл-центр. «Злокачественное образование лечится по ОМС». Да, «Злокачественное образование лечится по ОМС». Можно позвонить в колл-центр и сказать, что вы хотите записаться на прием к Петраченко Николая Сергеевича. Я работаю в стационаре в хирургическом отделении, но вас запишут в кабинет поликлиники на определенную дату. И доктор в кабинет поликлиники, вы придете и скажете, что вы хотите показаться мне, со мной созвониться, пригласить меня, я обязательно приду и посмотрю. Никому из пациентов я не отказываю в консультациях. Лечение у нас по ОМС. Так что нужна справка в направлении 057. В общем, никаких сложностей. Приходите, обращайтесь. Будем обследоваться, разбираться, лечиться. И ничего плохого не пропустим. Если вопросов больше нет, то хочу поблагодарить всех за внимание. Всех за внимание. Надеюсь, что наше общение было интересно, познавательным для вас. Желаю всем хорошего вечера. Будьте здоровы. Обращайтесь. Буду рад вас видеть. И последний вопрос. Есть ли низк и динговых осмотров? В настоящее время такие мероприятия у нас проводятся. Но мы будем их обязательно анонсировать. Анонсировать. Обращайтесь. В настоящее время постараюсь максимальное количество людей осмотреть, принять и помочь. Был рад с вами общаться. Хорошего вечера. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok